МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Школа по новым правилам. Каким будет новый учебный год? Ожидание длиной в 10 лет. В 15-м микрорайоне появится новый бульвар. Я Россия, воспитанница детской школы искусств, стал лауреатом первой степени на всероссийском конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. В России готовят стандарт безопасности для строительной отрасли на случай второй волны COVID-19. Документ проходит согласование в правительстве, сказал известием замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. Свод правил нужен для подготовки компании к работе в условиях эпидемии с минимальными затратами. Например, предусмотрен 7- или 14-дневный карантин для рабочих, прибывших из других регионов. Использование масок и перчаток, соблюдение дистанций и так далее. Таким образом, в случае второй волны или новых эпидемий можно будет минимизировать риски заморозки строительных площадок и банкротства компаний. По состоянию на 24 августа в России зафиксировано почти 961,5 тысячи зараженных. За последние сутки выявили 4744 новых больных. Выздоровели 773 тысячи человек. Скончались 16 448 россиян. С 1 сентября в школах Нижегородской области возобновляется очное обучение. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов опубликовал на своей странице в Инстаграм основные инструкции для школьников и родителей. Ученики не будут переходить из кабинета в кабинет. К ним на уроки учителя придут сами. При этом дети и педагоги не обязаны носить маски. Расписание должны сформировать так, чтобы уменьшить скучность на входе в школу, в столовых и на переменах, подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. Торжественная линейка в День знаний будет организована только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Однако, если она будет проходить внутри школы, то родителей внутрь не пустят и обеспечат онлайн-трансляцию. Для остальных классов рекомендовано провести классный час. Всем на входе в школу будут измерять температуру. Если она будет выше 37,1, то ребенка изолируют и вызовут скорую помощь. Те, кто переболел COVID-19 или имел контакт с больным, будут допускаться только с наличием медсправки. В образовательных учреждениях идет уборка и дезинфекция помещений. С 1 сентября ежедневно будет проходить влажная уборка и проветривание. Питание будет бесплатным для учеников начальной школы. Для первой смены предусмотрен завтра, для второй – обед. Все остальные будут питаться, как обычно, с учетом льгот. С 14 сентября по 12 октября учащиеся пятых и девятых классов сдадутся российские проверочные работы. Бояться или специально готовиться к работам не нужно. Они носят диагностический характер. Спрашивать будут по программе прошлого года, подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. Вся информация, касающаяся нового учебного года, публикуется на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и на сайтах школ. В регионе продолжает работать горячая линия. 8 831 433 54 51. Департамент образования Сарова также организовал горячие линии по вопросам организации начала учебного года. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 12 и с 14 до 16 часов. По детским садам 9 55 50. По школам 9 55 20. Задать вопросы про учреждения доп. образования и питания в школах можно по номеру 955 40. По состоянию на 24 августа в Нижегородской области зарегистрировано более 26 700 случаев заражения. За последние сутки выявили 114 новых больных. 23 715 человек выздоровели. 449 скончались. 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Сарове за выходные. Из тех, кто продолжает болеть госпитализированы 20 человек в клиническую больницу номер 50. 15 из них в состоянии средней степени тяжести. На карантине остается 149 саровчан, контактирующих с больными. За минувшие сутки проведено 27 исследований. Десятилетние ожидания подходят к концу. В 15 микрорайоне началось строительство пешеходного бульвара от улицы Березовой до Курчатова. Там появится выложенная брусчаткой дорога, скамейки для отдыха, клумбы. Также планируется установить новое освещение. Подробности в следующем репортаже. Бурьян высотой с человеческий рост. И это ни в лесу, ни в деревне. Это в центре городского микрорайона. Но совсем скоро сорная трава уступит место мощеным дорожкам, комфортным зонам отдыха и обустроенным автопарковкам. В 15 микрорайоне началось строительство бульвара. Техника подвозит стройматериалы, рабочие укладывают бордерные камни. Уже видны очертания дорожек. Благоустройство внутриквартальной территории соровчане ждали более 10 лет. Микрорайон быстро вырос. Здесь даже построили детский сад. Но вот территория осталась необустроенной. Данный пешеходный бульвар очень и очень нужен был жителям. То есть помимо того, что это прогулочная зона, которая будет соединять северную часть нашего микрорайона с южной, плюс это еще и пешеходная дорожка, ведущая к саду. Проект бульвара 15 микрорайона не раз участвовал в голосовании соровчан по выбору приоритетной территории по благоустройству с привлечением средств из федерального и областного бюджетов. Но в лидеры выбивались другие городские пространства. В этом году за строительство бульвара высказались 3700 соровчан. Деньги выделили из городского бюджета. Благоустроить территорию микрорайона планируют в три этапа. До октября 2020 года генеральному подрядчику надо уложить 2000 квадратных метров брусчатки, оформить велодорожку, сделать отвод сточных вод, установить скамейки, клумбы, освещение. На все это выделено 20 миллионов рублей. В следующем году благоустройство планируют завершить. Красным на проекте обозначена территория первой очереди, зеленым – вторая и синим – третья. Архитекторы запланировали и спортивные объекты, и зоны отдыха для соровчан разного возраста. 15-й микрорайон зашел в программу Саров-Дивеева-Разамас в плане развития этого сегмента. И поскольку пешеходный бульвар, северная часть, выходит ровно на КПП, то как раз это лицо города, которое необходимо благоустроить и развить. И вот как раз вторая часть очень хорошо подходит под этот проект. Благоустройство второй и третьей очереди обойдется по предварительным оценкам в 60 миллионов рублей. В управлении социальной защиты населения Сарова работает телефон горячей линии 9-81-26. Горожане могут задать вопросы о предоставлении мер социальной поддержки, в том числе узнать про назначение пособия на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. С этой недели страховщики могут устанавливать персональный тариф для каждого автовладельца, а не единый на регион, как это было раньше. Для аккуратных водителей полис ОСАГО станет дешевле, а вот нарушителям поблажек ждать не стоит. К последним относятся автомобилисты, которых поймали за езды в нетрезвом виде, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, отказавшиеся от медицинского освидетельствования и ряд других категорий граждан. Полный перечень факторов, которые могут повлиять на тариф ОСАГО, опубликован на официальных сайтах страховых компаний. Молодежный центр приглашает саровчан на день открытых дверей. Он пройдет в среду 26 августа в режиме онлайн. По телефонам 9-91-12 и 9-93-13 саровчанам расскажут об основных направлениях, по которым работает молодежный центр. Также все желающие смогут записаться в студии и объединение. Звонки будут принимать с 12 до 19 часов. Более подробной информации в официальной группе молодежного центра ВКонтакте. ФК «Саров» с победы начал свое выступление в чемпионате Нижегородской области по футболу. В воскресенье 23 августа наша команда на выезде провела первый матч против Нижегородского клуба «Сшор-8». Поединок развивался под диктовку саровчан. На 38-й минуте Алексей Борькин забил первый гол, после чего в ворота нижегородцев влетели еще два безответных мяча. И лишь в добавленное время футболистам из «Сшор-8» удалось подобрать ключ к обороне саровчан. Итоговый счет 3-1 в пользу ФК «Саров». По данным ВЦО, большинство жителей России, 85%, считают, что отцам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск в течение трех лет после рождения ребенка. Еще 79% высказались о необходимости небольшого отпуска в течение месяца. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, нужно ли предоставлять папам декретный отпуск. Больше половины опрошенных считают, что такой отпуск нужно давать на месяц. Вариант «Да» на три года выбрали 22% респондентов. Не согласны с этим предложением 16% участников опроса. Троих саровчан, севших пьяными за руль, задержали сотрудники ГИБДД на прошлой неделе. Из них один водитель в этом году уже управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Также дорожные полицейские задержали саровчане на лишенного прав управления. Что еще случилось на дорогах города на минувшей неделе, расскажем в следующем репортаже. На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в трех пострадали люди. На улице мостовой женщина без прав управления села на мотовездеход и отправилась путешествовать по огородам. Не заметив гору песка, она наехала двумя колесами на строительный материал. И квадроцикл перевернулся. У нее сочетанная травма, сотрясение головного мозга, перелом четырех ребер. Значит, находилась она в состоянии опьянения. Значит, у нее установлено 1140 миллиграмм на литр вдыхаемого воздуха. Серьезная авария произошла на перекрестке большой и малой коммунальных дорог. Водитель ВАЗ-2115 не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате столкновения одна из машин улетела в кювет. У водителя автомашины ВАЗ перелом бугорка затылочной кости и перелом поперечного отростка позвонка. Значит, у водителя женщины перелом лома кости. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб около деревни Глухово в минувшее воскресенье. Три человека пострадали, три погибли. Раненых госпитализировали в центральную районную больницу. Причина ДТП устанавливается. Ученица детской школы искусств победила во всероссийском дистанционном конкурсе «Я Россия». Дарья Лестратова стала лауреатом первой степени, исполнив песню «Дети войны». Подробнее о достижениях Саровчанки расскажем в следующем репортаже. Два онлайн-конкурса, две победы. Первую награду воспитанницы детской школы искусств Дарья Лестратова взяла в июне. В преддверии Дня России Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева совместно с Министерством культуры области проводили всероссийский конкурс «Я Россия», где Дарья в номинации «Эстрадный вокал» стала лауреатом первой степени. Первое место – это не всегда означает то, что ты лучшая. То есть всегда есть какие-то недочеты. То есть если ты первый, это не значит, что у тебя все идеально, и ты можешь с этой песней всегда ездить и получать первое место. С этой песней я занимала также баллада «Краска» в Грам-при когда-то. Сейчас я получила лауреат первой степени. Это может говорить о том, что, например, я где-то эту песню сейчас не так исполнила, но на самом деле я только в ней развиваюсь. То есть у каждого жюри свое субъективное мнение. Еще одну победу Дарья Лестратова одержала в казанском конкурсе «Салют талантов», в котором она участвовала уже в четвертый раз. В сердце словно отчаянный кровь, Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Члены жюри высоко оценили песню «Дети войны» и присудили Дарье первое место. Несмотря на награды, онлайн-формат конкурсов Дарье не понравился. На самом деле, очно, я бы сказала, намного проще. Ты слышишь своих конкурентов вживую, можешь оценить свои возможности, какое-то там место возьмешь. Можешь чему-то научиться, то есть показать какие-то свои навыки, приобрести новые также. И также услышать от жюри именно вживую те слова, то есть какие недостатки, какие замечания есть в моем исполнении. В ближайшее время Дарья Лестратова отправится в Санкт-Петербург на суперфинал конкурса «Салют талантов». Девушка рассчитывает взять там первый приз. В Темникове состоялся открытый турнир по пляжному футболу. Пандемия внесла коррективы и соревнования прошли без зрителей. За главные трофеи боролись команды из Сарова и Мордовии. О том, как проходил турнир, его победителях и участниках, расскажем далее. Выйти на поле и услышать долгожданный свисток арбитра. Об этом футболисты мечтали почти полгода. И вот, наконец, это случилось. В Темникове прошел первый чемпионат по пляжному футболу. Супер. Погода классная. Пляж, речка. С удовольствием мы откликнулись на предложение руководства Темниковского района принять участие в данном мероприятии. В принципе, приехали за удовольствие, мы его и получаем. В чемпионате приняло участие шесть команд из Темникова, Саранска, Розаевки, Зубовой Поляны и Сарова. Команды разделили на две группы. Такая система будет более зрелищной, когда две группы, чтобы каждая игра была на вес золота. Тут ничьих не бывает. И только первое место дальнейшее дает право бороться за чемпионство. Сначала играют в группах, три команды, каждый с каждым. И потом победители в двух зонах. Потом победители встречаются за первым местом между собой. По итогам турнира саровские команды заняли пятое и шестое места. Четвертыми стали спортсмены из Темникова. Бронзу взяли футболисты из Зубовой Поляны, второе из Саранска. Первое место заняла команда из Розаевки. По словам организаторов, проигравших в чемпионате нет. Всем вручили дипломы и призы от спонсоров. Информационную поддержку чемпионата оказал канал 16. Призы предоставил торговый центратам. Хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, спонсорам. Потому что вот все, что сегодня вы видите на площадке, это работа и их заслуга, можно так сказать. Когда мы решили провести этот тур, все очень дружно окликнулись и предоставили свою спонсорскую помощь. В планах у главы Темниковского района Сергея Кизима полностью благоустроить пляж и сделать парковку, трибуны, освещение в раздевалке, душевые кабинки. Тренироваться здесь смогут все желающие. Если они будут сюда приезжать, значит мы эту территорию, как бы она состоялась, можно так сказать. Что значит любые инвестиции сюда будут обоснованы. То есть это очень важно. Не просто так сами для себя поиграли, а надо вовлекать. Во-первых соседей, ну районы республики Мордовьев, Саров, Нижегородскую область, Пенза, Ульяновск и так далее и тому подобное. В Темниковской администрации уже готов проект благоустройства пляжной территории. Реализовать его планируют в следующем году. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.